всем привет сегодня начинается следующая часть нашего ремонта теперь будем делать столовую постараемся из этой столовой сделать что-нибудь приличное начинаем ремонт кухни с обзором кухни перед ремонтом сейчас вы видите кухню вернее нашу столовую до того как мы решили вообще в принципе переделывать на стенах у нас поклеены толстые слои обоев их нет наверно около шести слоев хозяева предыдущие не скупились на слоя они не отдирали новые старые вернее обои отлеили просто прямо поверх них новые наверное в этом есть свои логика у нас даже косяк был поклеен обоями наверное зря его потом подумал что оторвал потому что косяк был очень некрасивый очень страшный сейчас же еще вы видите очень кучу старых шкафов которые я собираюсь вынести а мы хотим сделать что-то более свежее более светлая но помимо без обоев обои у нас наверно останутся только на потолке потому что они в принципе более менее выглядит так сказать симпатичная антураж на самое сложное в отрывании этих обоев было это оторвать их от стенки потому что стенка сыпалась и нужно было их открывать очень аккуратно плюс к этому ко всему же не помогала даже вода когда старые обои оставались на стенке то есть новые свеженькие отрывались легко а старые очень плохо отрывались как будто они приклеены клеем и вода не помогала когда я наносил штукатурку начинали они отваливаться вместе со штукатуркой поэтому пришлось вымачивать их и потихонечку шпателем отрывать потому что без этого к сожалению никак нельзя было классе штукатурку по ним все обои отрывал я наверное где-то за неделю с небольшим потому что делаю это в свои выходные дни на буднях мне приходилось работать и соответственно по вечерам я отрывал обои часть стенки сыпалась вместе с обоями плюс когда я снимал шпателем эти обои у нас меня снималась часть краски пирог там состоит такой примерно 45 слоев обоев потом примерно два слоя краски потом идет глиняная засыпная какая-то штукатурка своего рода не знаю что точно что за материал к сожалению являясь специалистом строительстве и делал все на свой страх и риск так сказать и на свой взгляд открылись очень большие косяки и большие дырки в стенах стенах были также провода торчали не по двум сторонам от окна наверное здесь как располагались розетки и на самом деле провода эти до сих пор рабочие но к сожалению не подумал об этом и заделал просто насмерть оставил их там предварительно хочу показать следующее здесь у меня оказались огромные дыры и частины когда я отрывал обои она просто прямо с собой вместе отошла у меня такое ощущение что нам дом когда продавали просто делали для косметики внешний вид и втюхали нам то что было мы как два дурачка с женой на пару купили это то что получилось и щелей которые сейчас видите на полу у нас ползли мыши а вот кстати и заштрубленная розетка вернее заштукатуренная розетка щели достаточно большие поддувало туда сильно по итогу мне пришлось их заделать предварительно натолкал туда песка а стекла чтобы если быış оттуда не вылезли ну и потом положил малярную сетку в несколько слоев и снова все заштукатурил вместе с цементом стенку которая у нас идет в спальню я точно так же затянул сначала малярной сеткой в несколько слоев и после этого снова за штукатурил часть стенки мне было очень сложно стукатурить потому что фанеры которая находилась на прилегающих внутри домовых стенах она очень сильно впитывала воду несмотря на то что я обработал все стенки грунтовкой в несколько слоев они все равно забирали часть влаги не знаю почему так происходит хотя грунтовка циризит глубокого проникновения но она все равно не помогла мне в этом вообще никак единственное что могло мне помочь это потихонечку носить по несколько слоев эту штукатурку и наблюдать за результатом некоторых местах она отвалилась некоторых нет но я снова клал еще один слой сетки и снова штукатурил в принципе это мне на самом деле сейчас помогло у меня получился достаточно толстый пирог и стенка достаточно сильно усиленная получилось в тех местах где трещины я по несколько слоев нанес также малярную сетку и штукатурил я их вместе с цементкой опять же не использовал снова маяки потому что это увеличило бы сильный расход штукатурки а в целом стенки получились достаточно ровно и только так я смог справиться этой стенкой на электрический щиток мы будем делать железный ящик ну и сам щиток меняйте провода менять проводка в целом здесь хорошая медная видать правда меняли относительно недавно толщина жил где-то около 3 миллиметров косяк у двери я не знал как заделать поэтому я его заклеил малярным скотчем ну и потом заштукатурил а стенку я дополнительно усилил цементом потому что штукатурка у меня отвалилась ну и решил что так будет эффективнее стенки я стал обрабатывать шкуркой но чтобы они были ровные но как потом понял зря потому что я истер очень много шкурок на то чтобы оттереть цементная неровность а по итогу мы решили сделать это стенки декоративной штукатуркой очень не люблю делать ни штукатурку не шпаклевку за батареями это дико неудобно лучшего взять этой батареи оторвать и сделать спокойно все что нужно к сожалению маленьким шпателем было очень сложно работать и я потратил очень много времени как будто бы на штукатурку большой стенки сейчас я наношу самый интересный рисунок у нас получился когда я наносил на стенку песок плюс штукатурка песок мне был темный такой коричневатый речной плюс добавление штукатурки немножко коричневого кольца мне кажется появился получился просто потрясающий эффект но к сожалению я этого не сделай покрыл всю стенку желтым цветом это была моя ошибка и до сих пор я считаю что неправильно нужно было оставить наверно все как было на серый цвет очень гармоничный кажется вписывался хотя желтый он достаточно жизнерадостный основной цвет я взял желтой и бугоркей выступы все покрасил белым цветом мне кажется нужно было сделать наоборот покрасить основной цвет белом бугоркей выступы сделать желтенькими желтенькие линии это было наверно более гармонично в этой стенке еще будет угловая полка по размеру выступов белых самодельная люстра самодельный стол вот это вот та самая стенка которая сделана по типу тысячи линии немного переборщил с белой краской нужно было делать наоборот белая основная и желтая как вспомогательная по ребрам полка которую я снимал в одном из видео сделано своими руками примерно так выглядит сейчас наша кухня дверь еще не доделано всем кому понравилось видео ставьте лайк не понравилось и лайки пока